Ресторан Локопада Бьюти, творческая студия позитивного мышления и симпозитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактурса из Пудель приготовила себе отварные овощи, картошечку, капусту, с макарошками, сольным мясом, немножко соки, маслица подсолнечного, красный имитированный экран, сейчас буду кушать. Ну что, интервью, к тому же это, интервью я это уже смотрела, Наталья Борисовна и празднула. Немножко сольки надо. Чай, овощной раскол, ну лепешечку, хотела лепешечку чуть позже пожарю, так что вот. Немножко сольки. Так, здесь можно поставить на зарядочку. Ну давайте лудочку включим. Давайте протягон. Добрый день, мои дорогие, здравствуйте. Намасте. Сегодня у нас с вами еще одно занятие цикун, которое поможет вам наполнить энергией ваше тело, ваши суставы. Вы обязательно подчеркиваете разницу до начала занятия и после. Для того, чтобы начать наше упражнение, нам нужно сами разогреть ладошки. Сейчас мы с вами будем аплодировать. Поехали. Поехали. Отлично. Разогреваем интенсивно руки. Интенсивно-интенсивно разогреваем ручки. Так, и начинаем чувствовать, насколько изменилось наше ощущение в руках. Разогрели ручки на ногах. Еще есть ножки. Нам нужно разогреть ножки. Вспомните одно из основных упражнений цикун. Встаем на носочки и силой опускаемся на пяточки. На носочки, на пяточки, два. На носочки, на пяточки, три. На носочки, на пяточки, четыре. На носочки, на пяточки, пять. На носочки, на пяточки, шесть. На носочки, на пяточки, семь. На носочки, на пяточки, восемь. Отлично. Будем считать, что мы разогреем как стопы, так и руки. Прекрасно. Тогда мы приступаем к очень важному массажу циву. Итак, начинаем с плечи. Плечи очень любят, вообще суставы очень любят теплые руки, поглаживания. Поэтому разогретыми руками мы с вами прогреваем сначала плечевые суставы. Можете даже сделать одновременно двуя руками. Вот таким образом. Поглазьте себя, поглазьте свою плечику. Это очень-очень любят. Поглазили. Дальше мы начинаем гладить наши суставы. Одновременно в локтевом суставе двигается рука в одну сторону и в другую. Даже тот факт, что вы делаете это упражнение, уже наполняет ваши суставы живительной энергией. Ну и у нас остальные с вами запястье в одну сторону. То есть мы двигаем запястье и одновременно мы его массируем. И в другую сторону. Смотрите, какие красивые движения. Мы с права взойдем. Прекрасно. Итак, у нас остается еще один локоть. Делаем несколько вращательных движений в одну сторону. В другую сторону. И так же мы монтируем наши запястья, чтобы они были красивыми, видкими и гласными. Кстати, друзья мои, хочу вам сказать, что если ваше состояние здоровье по какой-то причине не дает вам заниматься и другими видами спорта, то в целом, чтобы заниматься всегда, даже будучи, если вдруг что-то случилось, то какое-то ваше время просто лежите. Сделали. Теперь очень хорошее упражнение. Снятие негативной энергии с кончиков пальцев. Смотрите, вы берете указательный пальчик и средний. И представляете себе, что вы снимаете негативную энергию с кончиков своих пальцев, как такие серые колпачки, которые не нужны вам. Вы их снимаете. И представьте себе, что ваши ручки засияли. И так же указательный средний пальчик. Начинаем снимать серую энергию с кончиков наших пальчиков. Снимаем, 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 снимаем. Обе ручки засияли. Великолепно. Он нам занимается еще по забедренным суставам. Мы начинаем с вами массировать забедренные суставы и одновременно делать круговые движения бедра. То есть это для всех показанного упражнения, абсолютно для аспекта, вы одновременно массируете и одновременно делаете круговые движения. Ну а уже для продвинутых вы можете сделать восьмерочки. Масси восьмерочки. Выбираем в одну сторону, гладя себя. Это очень приятно, хочу вам сказать. И в другую сторону вы делаете восьмерочку и так же вы гладите себя. Вы понимаете, что при этом у вас активизирует так же движение к координации. Отлично. Теперь мы берем в нашу ладошку и начинаем массировать коленочки. Начинаем массировать коленочки. После того, как они вас разогрели, начинаем делать круговые движения. Таким образом. В одну сторону. И в другую сторону. И вот мы с вами находимся уже в сидячем положении и продолжаем мягко массировать ногу. стопы. Сначала одну. Сначала другую. Согласитесь, как это приятно. И теперь у нас стопы. Друзья, стопы. Пока я вам рассказывала, вы уже начинаете массировать свои стопы. Причем большими пальцами нажимайте на центр стопы, пожалуйста. Снизу вверх, внизу вверх, внизу вверх. Вы великолепно знаете, что стопа это буквально средоточие всевозможных точек энергетических, поэтому не жалейте времени и активно-активно промассируйте свою стопу и даже вот видите, так похлопайте ее в итоге ладошкой. И, соответственно, то же самое, в другую ноги. Массируем другую стопу. Активно-активно-активно пальчики работают. Активно массируем стопу снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх. И теперь прослепим. Да, мы же с вами еще лучше снимали серии колпачки. Давайте то же самое сделаем с наших ножек, наших пальчиков на ногах. Зачем нам? Обстаток негативной мягки. Сейчас мы все уберем. С одной ножки убрали. И с другой ножки на трех уберем. Все, все, все пальчики мы с вами, все пальчики освободили. И теперь сделаем еще одно упражнение, которое... И кушаем. И кушаем. Макарошки с соевым мясом. Сымитированы красной икрой с овощами, с капуточкой. Мы с вами просто стучим вместе. Стучим. Картошечкой полустоповая. Ну, по пять раз. Каждый стопой достаточно. И поаплодируйте сейчас себе ножками. Это тоже очень полезно. Прекрасно. И коль скоро мы с вами уже такие проработанные, давайте еще раз разотрем, разотрем ладошки и вспомним слова мудрых, которые гласят, что нет лучшего косметолога, чем ваша собственная чистая энергия. Представьте себе, что у вас в руках находится золотой шар. Золотой шар без смерти. Вот он такого же золотого цвета, как и мой костюм. Может быть, вам это будет легче визуализировать. Возьмите этот шар и пролейте на себя эту прекрасную, чистую, красивую энергию. По себе, по себе любимому, по себе. Берем и проливаем. Еще раз берем шар и проливаем на себя. Шар золотистый, живостворяющий, свежей энергии. И третий раз берем шар и проливаем на себя энергии. Проливаем, проливаем, проливаем. И теперь мы эту энергию, золотистую энергию, без смерти, красоты переносим на наше прекрасное лицо. Снизу, снизу, вверх. Ом от созревления. Мы с вами массируем нашу прекрасную шелку. То есть мы массируем наше прекрасное лицо по массажным линиям. Снизу, вверх, снизу, вверх, снизу, вверх. Также мы массируем локон. А затем мы с вами представляем, что в центре ладошек у вас находится солнышко. Вот просто вы почувствуете, там солнышко, как у нас было по большой стороны, маленькая ладошка. И вот этими солнышками накройте свои глаза. И помассируйте их мягко-мягко, мягко-мягко. Помассируйте. О, не приятное, эффективное, шикарное. Откройте глазки по согласию, что прекрасно чувствую на нас, а есть еще наши ушки. Смотрите, как мы улучшаем наш тух. Берем угадательные пальцы. И в уши. И затем резко вытаскиваем. Вставляем в уши. Резко вытаскиваем. Вставляем в уши. И резко вытаскиваем. Заканчиваем мы наш массаж тем, что мы массируем шею от седьмого позвонка до основания черепа с удовольствием. Очень приятно. Очень хорошо массируем. Массируем, массируем. И, наконец, мы еще раз берем энергию золотого шара, обволакиваем себя куполом из золотой энергии и остаемся в этом прекрасном состоянии и проносим ее через две дни. Желаю вам прекрасного дня. Я и вызываю в себе, и с их помощью излучаю любовь. Понимаете? Я вызываю в себя ощущение того, что все... Мощнейший заговор от неприятности, от полосы неведений, которые вы можете сделать прямо сейчас, прямо сегодня. Что вам для этого понадобится? Вам понадобится просто чаша с водой. Я вам уже сказала. Вам нужно было взять вот такую чашу с водой. Идеально было бы, идеально, если вы, дорогие друзья, это была ледниковая вода. Идеально. Ледниковая или какая-то вот именно природная вода. Если рядом у вас есть какой-то источник воды, хоть там речка, там, да, пойдите на берегу или возник. Ну, если нет такой возможности, ну, что делать, наберите из крана, тоже ничего страшного. Итак, что вам нужно сделать? Налили чашу воду. Подойдите к открытому окну. Все очень просто. Прочитайте заговор три раза, без перерыва. Затем воду перекрестить. И если кто-то у меня из Казахстана, то просто можно не крестить, да, потому что понимаем почему. Итак, что вы делаете дальше? Нужно отпить один глоточек из миски, вот из этой чаши с водой, которую у вас есть, нужно отпить один глоточек. Остальной водой умыть лицо, лицо и тело. То есть умыть лицо и тело. То, что у вас останется, нужно выплеснуть через левое плечо. Поэтому, естественно, если у вас там наборный паркет ручной работы, то лучше это сделать где-то вот, где литочка, либо что-то постелите, да. После этого, друзья, мы с хорошим настроением ложитесь спать. Соответственно, делаем это перед сном. Матушка, вода, чистая струя, золота струя, серебряна. Как ты моешь горы, толые широкие просторы, так смой сполочи с рабы Божьей ваше имя. Уроки, призоры, светры, чужие наговоры, белого тела, чистого тела, суставов, ломату, от стречного-поперечного злоба, от корзуна темного, от корзуницы черных, от рыжего, от черного, от белого, от седого, от ясно-хачательного красных лечей, от разных лечей. Щука-белуга, ты вози подруга, губы железные точила, глаза оловянные берегла, но во всех водах плавала, укладу из гуладу крепкого, синему железу светлому. Во имя отца и сына, и с того духа, аминь. Во имя отца и сына, и с того духа, аминь. Во имя отца и сына, и с того духа, аминь. Напоминаю, после этого отпеваем глоточек, омываем лицо и тело, и потом остаток выливаем через левое плечо. Важно, эту воду из тебя не вытирать полотенцем. То есть пусть эта вода на вас высохнет. Понятно? И потом с хорошим настроением ложимся спать. Друзья, вы увидите, после этого ритуала у вас уйдет вообще какая-то стяжесть, какие-то неприятности, какие-то полоса неведения, если была, да? И вам будет просто лучше и радостнее жить. С вами была Наталья Правдина. И если вы хотите улучшить свою жизнь, то что посмотрим. Секлана Ямакова. Секлана Ямаковой новенького на ее канале. Секлана Ямакова. Секлана Ямакова. Ну что, интересно, Николай, еще посмотреть, пока я кушаю. Хакамада, давайте хакамаду посмотрим. Хакамада, давайте хакамаду. Хакамада, зажигай надернинг мэнни. Люди могут ходить голыми, люди могут быть какими, они хотят. Никакой агрессии. Нужно все делать глупо, можно будет словить. Ну, думаю, следующий будет такой. Меня как-то всем может избавиться. В каком возрасте лучше секс? У меня появился молодой человек, который был младше меня на 30 лет, когда мне как раз исполнилось. Они все думают, что со мной все младше, младше. Какой должен быть уровень осознанности, чтобы пара договорилась о свободных отношениях? У них какой-то самцы пропали. Какие-то они сейчас сутки вообще, по-моему, тогда они. Привет! Молодец! Прекомендую, люби, береги, цени свои деньги. Первая платформа личных финансов и услуги. Здравствуйте! Мы с вами находимся у дома высокой локопор-класса в Трижевнецке. На улице... Как вам ходило на тренинги, так было хватит людей. Такие типовые сапья, затронуты подручки к теме. Да. И те, кто хотела просто подставаться в Трижевнецке. Да. Для какого история вам очень интересно работать? Кому вы определяете как людей от своего вайба? Ну, люди моего вайба – это индивидуалисты детей и очень любознательные, но которые при этом критически, самостоятельно все оценены. Вот это самое интересное. Таких мало. Мы относимся к ним. Таких мало. Правда? Да. Я когда попала, так случилось, что у меня был такой огромный запрос. Я была на тот момент стоп-ланеджером крупной международной компании. И в одном шаге просто была от депрессии, от... В общем, ужасно себя ощущала. Мне кажется, я бы просто чем-то это просто закончилось, если бы все так продолжалось. И буквально на первом занятии вы рассказываете про то, что энергия – это все. И то, что если это неправильные энергии люди, которые окружают, неправильные, то это смерть. Ты сходишь в большинстве, а делать, что тебе нравится. И очень важно, что не людей, которые тебе нравятся. Если тебе люди не нравятся, то ты потеряешь энергетику и за дня в день умираешь. Привет. Молодец. Ирина Хакамада – общественный деятель и самый известный лайф-коуч в нашей стране сегодня. Привет. Как вам кажется, с чем связан такой огромный запрос на получение какой-то информации, знаний или каких-то мер? Моя аудитория – это люди от 25 до максимум 40. Дальше все-таки лежают. То есть это, в принципе, поколение, которое длительное время работает в условиях стагнации экономики. Мировой, эротической и так далее. И, конечно, у них главный запрос на энергию. А я очень энергичный человек, потому что этот транзактный анализ на системе. В каждом человеке есть три его сущности. Ребята, критикующие родители и взрослые. Так вот, я отношусь к типу людей, которые все делают сами. У них огромный личный опыт. Очень увлекается в силософии. По сути, свои бытовые философы. Я не коуч, а бытовой философ. Как, знаете, жизненный практик. Практикующий философ. При этом во мне отсутствуют критикующие родители. Труп просто нет. У меня отношение к людям не со стороны. Я во сне учусь. Я что-то знаю, а вы не знаете. Я такая, а вы вот такие. У меня этого нет. Во мне есть в бешеном количестве ребенок, которому все интересно. Именно отсюда энергия. И есть взрослые, которые не останавливаются на том, чтобы о чем-то думать, мечтать и предполагать. А тут же начинаю действовать. И некоторые проекты даже люди удивляются. Я поговорю с этими друзьями. Я говорю, у меня водитель вот такая здесь. Говорит, ну круто, Ирн, это вообще. Ну это круто. Ну это необычно. Ты же уверен, что это пойдет. Я говорю, пойдет, пойдет. Я это чувствую. Когда весь караван идет в одну сторону, надо повернуть в другую. Нефиду. Вообще весь переполненный рынок. Я сделаю все по-другому. Ну и как в России принято сделала. И дальше начинаешь, что годами думаешь, присматриваешься, принюхиваешься, копаться, боишься, не боишься. Я проект тоже реализовала в течение двух дней. В двое суток я писала непрерывно. Я написала все, что надо. А потом набрала команду. И ты-ты. И все. И дальше в следующем. Я не стою на месте. Я стою на везде. Люди хотят в энергию, но люди не понимают, что такое оно. Вот как вы думаете, как определить, что такое оно? Энергия – это внутренняя сила, движущая какая-то внутренняя сила. Если ее мало, то человек сбывается. Если ее много, то он может гороскожить. Вот в камне есть сила? Да. Правильно. А энергия есть? Нет, наверное. Нет. Когда в камне появляется энергия? Когда я выбрасываю это наконец-то. Энергия – это движущая. А люди хотят не двигаться, а энергия – хапнуть. Вот в этом и есть основная проблема. Я обучаюсь движущим. С недавних пор я руководствуюсь принципом «мы есть то, что мы смотрим». То есть каждого из нас определяет контент, который мы употребляем. Я отписалась от всего, что тратить мое время спустую. За то есть контент, который мне действительно важен и интересен. Сейчас я расскажу. Каждый год все крупные IT-компании проводят публичные презентации своих последних новостей и разработок. Как правило, все они проходят на высоком уровне и смотреть их очень любопытно. На этом году так делают Google, Apple, Microsoft. У нас в 2015 году такую конкуренцию проводят Яндекс. Она называется Янг. В этом году компания пошла на необычные эксперименты. Вместо докладов и презентаций подготовила филип. Это классная история про людей, команду, пользователей, внутренние ухо. Станин сотрудники рассказывают про новые сервисы, про то, как их придумывают, с какими сложностями сталкиваются. Получилось очень честно и настоящим. Я уверена, что вы, как и я, пользуетесь сервисом Яндекс. И, возможно, вам было бы интересно узнать, как и всем это создают. Послушайте по-настоящему крутые истории про людей, про победы и поражения, про сложность и решения, про смыслы и про создание того, чем пользуются все вокруг. Мне очень хочется, чтобы те, кто подписали на мой канал, потребляли по-настоящему, качественный контент и посмотреть на этот фильм. И вот я оставлю на этом видео. Сейчас я это видео... Что вы чувствуете, как вы увидите, когда вас называли и называют сексистом? Я неоднократно встречала эту формулировку. Вы думаете, что в контакте? Я согласна. Вам приятно? Да. Все, что касается вашей личной жизни, я обрастаю огромным количеством людей. Вы уже подрастываете травишки, тебе рассказываете про свободные отношения, открытие, мгра. Вы были четыре раза замужем. В какой-то момент, как вы решили, что нужно это дело разновидеться, лучше установить какие-то правила, которые подойдут другим людям. Какой должен быть уровень осознанности, чтобы пара докторилась в осознанных отношениях, и кому это подходит, а кому нет. Это должен быть два-тайчего уровня осознанности. И не подходит тем, кто на самом деле... Получается просто ссылочка на Ютуб. А так вот видео, как обычно, не получилось именно загрузить. Просто ссылочка на Ютуб. Так что нет. Это было, что мы свободны, братья на степени, и мы попавшим. То есть она еще и стать символом, читайте, что слушаем еще раз. Все, что касается вашей личной жизни, я обрастаю огромным количеством людей. Я отвечу подрасту. Мне очень хочется, чтобы те, кто подписан на мой канал, потребляли по-настоящему качественный контент и посмотрели этот фильм. Ссылку я оставлю под этим видео. Что вы чувствуете, как реагируете, когда вас называли и называют секс-символом? Я неоднократно встречала эту формулировку в разных изданиях. Считается, что вы секс-символ средний интеллектуал. Ну, я согласна. Вам приятно? Да. Все, что касается вашей личной жизни, обрастало огромным количеством легенд. Вы еще подбрасываете травишки, рассказываете про свободные отношения, открытый брак. Вы были четыре раза замужем. В какой-то момент, как вы рассказывали, вы решили, что уже надоело разводиться. Лучше установить какие-то правила, которые подойдут взрослым людям. Какой должен быть уровень осознанности, чтобы пара договорилась о свободных отношениях? И кому это подходит, и кому не подходит. Это должен быть высочайший уровень осознанности. И не подходит тем, кто на самом деле подразумевается с свободными отношениями, делая, что хочу, занимаясь сексами направо и налево, а живем мы берегом, потому что, например, у нас есть ребенок, или мы не можем площадь живую поделить. Это такой вынужденный, свободный брак. Или у нас бизнес семейный, и мы по бабкам до конца зависим. Вот это не про это. Это подходит взрослым людям, которые прожили эту химию долго, но которые ценят друг друга как леченство и чувствуют, что вот они на такой волне, она совершенно необъяснимая, она какая-то загадочная, но они не могут друг с другом, и им интересно друг с другом говорить с собственными, и точно так же молча. Но было же когда-то больно, хотя бы первый раз, когда происходит факты измены, и вы договариваетесь так, чтобы это больше не ранило, мы тогда вот в такой-то парадигме существуем. И вот самый первый раз, когда это произошло, ну это же вам же ничто человеческое, ничего? Да конечно. Было больно. И я долго думала. Два года. Я там не меняла. А там меняла или нет? Да. Может быть, я делал глупость, надо было словить. Но я думаю, следующий был такой же. Меня как-то все мужики-бабники. Все. Видно, мне нравятся интересные мужики, а не хеба. Поэтому решила, чем мне нравится, значит, другим нравится, а женщина больше мужчин, и соблазнить нас мужчин легко. Вот в Голландии все по-другому. Мужики бегают за каждую девушку, при том, что она может быть страшна, как смерть одевается, она хуже, чем, я не знаю, дворник. А за ней бегают, потому что их мало их много. И они красавцы. Ну вот такая у нас демография. А вы могли бы встречаться с иностранцами? У меня пару раз было предложение от иностранцев. Я их пока не очень понимаю. Язык есть, а вот менталитет не очень понимаю. Хотя в качестве секса, я думаю, это партнер более удобно. Потому что в Европе это нормально. Позаниматься сексом, не выстраивать никаких отношений, но быть вежливым и воспитанным. То есть благодарить за него. Не пытаться себя сделать собственностью. Во-вторых, Запад, во-первых, мне сказали, Швейцария, Германия там отличается. Для них вообще невозможно, если женщина младше, больше, чем на 10 лет. В Германии вообще-то ужасно выглядит, если женщина вообще младше, она должна быть ровесницей. А в Швейцарии максимум 10 лет. В России страшная дискриминация по возрасту. Строиция может быть охрененная, офигенная, но все начинают считать роженцы. Есть случаи, когда пришел парень в психоаналитику, попросил помощи, потому что влюбился в девушку, хочет жениться, а она ровесница. А ему 45 лет. А она ровесница. Все говорят, ты что, обалдел? Мне должно быть 25 лет. Мастерин, 21-22 уже с того. Вот такая она срока личность. В каком возрасте лучше секс? Все зависит от вашего состояния. Ну, у вас как было. Или есть. Ну, вот у меня самый лучший был, сейчас вам скажу, с рахатистей, с дотки. Нет. Как думаете, сколько у нас за времени, чтобы получить онлайн профессию? Такую, чтобы хватался, например, на жизнь в Италии или на Бали. Если вы выберете… У меня появился молодой человек, который был младше меня на 30 лет, когда мне как раз вспомнилось это. Мы прекрасны, привели пять лет. Вот про институт любовников. Предполагается, что в открытых отношениях у каждого из партнеров кто-то есть. Как не влюбиться? Как себя от этого застраховать? Потому что, все равно, хоть открытые отношения, но основополагающие, это все-таки отношения с мужем. Нет. Как можно страховать? Влюбиться? То есть вы не влюблялись ни в кого? Ни в своих любовников. Вы оставались… Такой степень мне. Это называется чувство, влюбленность некая, да. Но это не называется, я тебя люблю, да. Вот я готов с тобой жить мне. Ни в коем случае. 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 Но вы никогда друг к другу не обсуждаете ваши какие-то увлечения? Иногда. А потом тихо обсуждать, и вместе видны. Видны? Очень часто все говорят, что Ирину Хакаладу всегда окружают какие-то симпатичные молодые мужчины. На тренинге вы нам рассказывали, как однажды вообще на улице познакомились с парнем. У него не было особо денег, но он был классный, интересный, и в коем случае вашей энергии. Вы с ним ходили на мероприятия. И ходим до сих пор. До сих пор ходим? Дружим до сих пор. У меня много друзей. Девчонки. Девчонки. Они еще со мной все младше и младше. Но они со мной на ты. На ты и Ира вообще. Пошли туда. Давайте зайдем туда. Мы туда заедем. Это пати. Все за мной ухаживают. И все, конечно, удивляются моей монстрской энергией. Потому что если мы идем на пати, то приходим в 12 ночи. Но в 23 они ломаются. Я могу поменять кучу места, но успокоиться в 8 утра легко. Да, 8 утра может быть? Легко. При том, что я, в общем-то, нет. Интересное интервью. Я вообще достаточно, ну не очень часто вообще смотрю Ирину Хакамаду. Вот. А это вообще такое, даже я, знаете, как-то очень, думаю, В общем, я уже выключу. Думаю, надо что-то или прочитать, или что такое позитивное сказать. Все-таки, ну, ресторан, лакопеда бьюти. Творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салман и Мактум Саи Фудин. Вот. В общем, покушала. И, в общем, ну, как-то я вот заинтересовалась интервью. Думаю, вот это отключить. Или уже прямо с моим видео, так скажем. Ну, я как бы вот смотрю это интервью. И вот заснимаю видео, что я какого-то вот... Ну, вам не видно той темы, конечно, и заснимать себя, показывать себя. Она будет говорить. Знаете, как говорить? Смотрите, ну, что получится нам. После семи. Вот она говорит. А я, например... Семь напью. То есть... А я вот смотрю. Если не идите, хотите иметь силы напасть. Нужна энергия доувикнуть. Если мне музыка нравится, это как нам хочется. Я готова качать сколько угодно. А виски можно разбавлять льду до верху. И такой до восьми утра три раза выучить. Интересно она говорит. Правда? Это все чекуха. Но если вы до этого не ели, то, конечно, чехух. Действует сильное. Что для вас сексуальная энергия? Вот вы видите человека... То есть сексуальная энергия туда, да? Чтобы, ну, смотреть ее, потому что она говорит. Правда? Это невероятно определить. Сексуальная энергия – это энергия, гуще амзиотная. То есть его взгляд, его манеры... Они похожи на манеры самца. Ну, это все. Считается очень сексуальный мужчина. Это мужчина, наделенный властью и с какой-то... Ну, какая-то есть сверх задача, какую-то маску. Он сейчас всем дико нравится, хотя так внешне ничего особенного. Потому что он вот такую покоя большое сделал... Это не имеет никакого отношения к сексуальной энергии. Это звезды, это звезды. Но он сейчас очень популярен на девушке. Да, он сейчас тоже очень популярен. Огромное количество женщин хотят с ним перестать. А вам не каждый будет сексуальной энергии? Нет, конечно. Правда? Мне, кстати, каждый. Серьезно? Да. Почему? Ну, я вот какого-то такого Альфа Савченко. Да. Нет, кто больше здесь. Кто для вас из известных мужчин, вы можете сказать... Ой, смотрите. Значит, все-таки может. Но я так думала, может быть, про Путина нельзя как-то что-то такое говорить. Смотрите, как-то они обсудили. Давайте еще раз-то я перекручу. Посмотрите, как обсудили Путина. Сексуален он или нет? Что они так вдруг... Ну, в общем, каждая из них думает. Интересно, правда? Сейчас я перекручу. Это видео. Как они сказали... Сейчас... Сейчас повторим. Повторим этот... Этот эпизод. Что для вас сексуальная энергия? Вот вы видите человека и чувствуете, что она есть. Это, как правило, какой человек? Там сильный, властный, яркий или наоборот? Это невозможно определить. Сексуальная энергия – это энергия, будучи абзурдными. То есть его взгляды, его манеры, они похожи на манеры самца. Вот и все. Считается, очень сексуальный мужчина – это мужчина, наделенный властью и с какой-то... Ну, какая-то есть сверхзадача, какой-нибудь маской. Он сейчас всем дико нравится, хотя так внешне ничего особенного. Потому что он вот такое большое сделает. И не имеет никакого отношения к сексуальной энергии. Это удивительность. Это удивительность. Но он сейчас очень популярен. Да, Путин тоже очень популярен. Огромное количество он был. И женщин хотят с ним представить. А вам не кажется, Путин сексуальным мужчиной? Нет. Правда? Мне, кстати, кажется. Серьезно? Да. Почему? Ну, я вот в какой-то такого альфа-сантюра. Чувствуете? Да. Ну, я как-то больше действовать. Кто для вас из известных мужчин, вы можете сказать, это дико сексуальный мужчина? У вас это вот? У нас это проблемы в России. Пока не нужен. А раньше вам был аксинером нравиться? Нет. А почему этот секс? Мне всегда, как-то кажется, это связано? Нет. Мне это не связано. Нет. Мне это не связано. Для меня... Мне нравится мужчина, если он умен, если он оригинален, если он гений, если он талантовый, если он... Вы можете меня удивить и открыть мир, который я не знаю, или делать то, что я не знаю. Для меня, собственно, сторонник. Ну, хорошо, какой-то образ не знаете. Граф Пит, Джут Ло, какие-то вот мужчины известные, про кого бы вы сказали, но он очень сексуальный. А, вы имеете в виду голливуд? Ну, кого угодно, да. А если в России нет таких... Нет в России, да? Прям очень сексуальных мужчин. Да, где-нибудь больше. У них вот самцы пропали. Какие-то они все встут вообще. Какие-то они. То одного боятся, то другого боятся. То еще что-то боятся. Ну, какие не альфы самцы. Наверное, они играют в байфы самца, но это совсем не мы. Вот. Сейчас, знаете, посмотрим. Здесь сегодня несколько телефонов. Правда, я их уже застерла, застерла. Вот. С моего телефона, в общем, звонили. Это, скорее всего... Тинькофф, Тинькофф Бэнк. Тинькофф Бэнк звонит. Сейчас я тут смотрю, чтобы не засветить. А подходить я не подходила. А что, они мне на мой мейл пистрали? Я и так вам показывала. А я вам показывала, нет? А я сама открывала личный кабинет. 1400. 1400 я должна по моей этой кредитной карте. Бэнк оф Тинькофф. И на 7000 рублей у меня кредитная карта. Так что вот. Два номера телефона. Ну, я думаю, что если бы что-то там было такое, кого-то что-то заинтересовало, знаете, наверное, бы прислали бы смс. К незнакомым номерам я как бы не подхожу вообще. Вот. Если бы что-то интересное прислали бы, конечно, смс. Так что вот. А так вообще, я так понимаю, что никого не заинтересовал. Татьяна Салмана немножко пошутила. Татьяна Салмана немножко пошутила про 2 миллиона долларов. Красота. Желающих не было. Мы там почитаем. На моей странице ВКонтакте. Татьяна Салмана через дефис. Кто сам, судя на через дефис. Сколько уже дней прошло. В общем, я так понимаю, что никому это как бы не интересно. Так что вот. Как я продумывала, думала. Вообще, подумала, подумала, стойкость снимать это. Что я тут это убираюсь, посуду мою. Я же порядок навожу. Такой у меня грант. Это уборка в моей творческой студии. Так что вот. Вчера допоздна, в общем-то, эти ящички, комоды, в общем-то, там тумбасика, в общем-то, там все мыло, одежду. В общем, допоздна, допоздна. Смотрела фильм с легким паром. Так что вот. И допоздна, допоздна. Прям вот занимала генеральной уборочкой. Вот такие вот дела. Вот. Ну, а сегодня тут стол. Думаю, стол протереть. И вообще посуду помыть. В общем, кастрюльки помыть. Все, помыть завтрак. Такой поздний ланчебранч приготовить. Думала, заснимать, что не заснимать. Вот. Вот. Думаю, все-таки нужно позитив. В общем, позитив, что такое интересное. Хотя у меня различные проекты, понимаете. Здесь речь не только о позитиве. Вот. А, в принципе, речь, знаете, великая наука, наука жизни. Она шире, чем позитив. А, еще я слушала. Сначала смотрела с легким паром. Потом включился вот этот вот 12 стульев. Этот фильм включился. «Потом я поставила себе аудиокнигу». Вот. Как говорится, «Деньги – это любовь» Клауса Джоуса. И он там вообще вот рассказывал про свой экспириенс, посылание. Знаете, вот как я сказала, что буду рассказывать. Будем посылать. Посылаем любовь по системе Клауса Джоуса. Вот. И, честно говоря, ну не все. Потому что потом я заснула. А, я поздно проснулась и спала. Значит, сегодня больше десяти часов. Так что я вообще люблю поспать. Вот. Ну, я так вставала, а потом, в общем, десять часов я поспала. Вот. В общем, книжечка. В общем, книжка его. Не всю книжку я прослушала, но поняла, что очень интересный. Он рассказывал про очень интересный экспириенс. Такие вот дела. Думаю, как это с позитивом-то сказать? Как сказать с позитивом? Ну, смысл такой. Смысл такой, что с его слов, с его вот этой книжки «Деньги – это любовь». Вот такой экспириенс, если он посылал любовь, например, человеку, его достаточно негативному, наполненным отрицательной энергией. Вы поняли? Да. Достаточно отрицательному такому персонажу. Это я вам утрирую. Я просто суть рассказываю. Так что вот, потому что он так более колоритно рассказал, что попадал в разные ситуации. И он сказал, что, в общем, чтобы обойти негатив, чтобы не пересказывать, кому интересно, послушает, почитает его книгу, кому это будет интересно. А в двух словах лучше такому отрицательному персонажу любовь не посылать. Может быть, и стоит посылать, если он где-то там, очень далеко. Очень интересно, правда? Это вообще такая очень интересная тема. Я, конечно, послушала, потом я подумала, наверное, нужно это обсудить в рамках науки жизни. А потом я подумала, растягивая, обсуждая эту тему, мы сейчас затронем негативные эмоции. Мы затронем вот этих отрицательных персонажей, мы затронем отрицательные эмоции, мы затронем тот негатив, который Клаун Джоу в своей книге вот это вот рассказал. Я подумала, что такая вот, если даже если 15 минут на эту тему говорить, это получится, знаете, не 18 минут позитива с Татьяной Салманной Мактум Сайфудин, а типа такой оппозит, вот это вот. Так что вот. Это очень интересно. Я просто вам вот пересказываю, я, в общем, задумалась. В этом как бы и есть смысл. Знаете, у меня вообще другая система. То есть когда, в общем, на самом деле, вот его система посыла любви, никто об этом, я лично в других книжках такого вот не читала. Это как бы вот он придумал. У меня немножко другая система. Сейчас я вам расскажу, я уже много раз рассказывала этот пример, как я, знаете, вот такая вся на позитиве, на этой энергии любви, на Хаммере едем там в ресторан с моим бывшим мужем, в общем, Перри там со Светланой и ее мужем. Я, знаете, вот этот, выезжая, по-моему, с этой парковки на Хаммере, сидя такая рядом с Перри на вот это, от такой вот этой вот, в общем, наполненная такой-то энергией любви. Вот я говорю, что там охраннику могла сказать что-то там, я вас люблю. Ну, вот Перри как-то, в общем, мог там добавить, что, в общем, она вот так вот говорит, ничего не имея в виду. Ну, в смысле, ну, вот так вот, это просто такой посыл. По типу, знаете, по типу желаю вам что-то такого хорошего, то есть, знаете, вот как-то вот так. Я просто задумалась по поводу вот этой ситуации, подумала, что, например, если бы это был отрицательный персонаж в виде охранника, если бы это была не Америка, а какая-нибудь страна третьего мира, это был бы отрицательный персонаж в качестве наполненного негативами, матами и всем плохим, вы поняли, да? По Клаусу Джоулсу. Если проезжать мимо него и не просто сказать там, я вас люблю, в общем, это можно вообще как-то воспринять очень немножко как шутку, вы поняли, да? А вот послать вот именно как вот по системе Клауса Джоулса вот этой вот любви, короче. Клаус Джоулса в своей книге говорит за такое дело, он неоднократно, в общем, влипал в ситуации и, в общем, такие достаточно, к нему очень так агрессивно относились, несмотря на то, что он послал вот такую любовь, он не мог понять. Вы поняли, да? Я просто задумалась и поняла, что, знаете, у меня как-то, наверное, такая уникальная, не знаю, его система, такая у меня уникальная методика. Так что вот. Ну, у меня было два экспириенса с такими, знаете, как охранник, когда меня не пустил на Волховский на машине, там, понимаете, стоянка пять минут, мне со строительной машиной, я тоже об этом рассказывала. Нужно было проехать. Я думаю, если бы я там стояла и по Клаусу Джоулса посылала ему любовь, он бы вообще никогда вот это вот не сдвинулся, он бы вообще, знаете, вот это не пустил. Я не знаю. Ну, судя по всему. А по тем временам я вообще не ругалась практически никогда. Он был, наверное, первый. На кого Татьяна Салмановна, вообще Татьяна Юрьевна, вот так вот выругалась матом. У меня самой было аж потом, аж дурно. Я сказала ему матом. Он мне сказал проезжайте со строительной машиной. Я была просто удивлена. Мне тогда было, сука, лет 30-35, да? Это было впервые за все 35 лет моей жизни. Чтобы я вообще вот как-то матом вот это вот. Это, знаете, о чем говорит мои такие догадки? Знаете, как, еще раз говорю, там вот некоторые мои такие видео, там немного мата, потом позитив. Вот, поскольку и Клаус Джо, знаете, ну и изучаю. Я сама изучала, знаете, очень много изучала великую науку жизни. И получается, что такие персонажи, им вот на эту любовь, им вообще не подключиться. разные, понимаете, разные, как там, знаете, как там, разные волны. Разные люди разные волны ловят, а они эту волну не ловят любви. Их это наоборот будет. У них будет, наоборот, агрессия, их будет раздражать, и вообще это можно вот это вот, вообще нарваться. Нарваться на большую агрессию, поскольку они это не ловят. Уникальность моей системы Ториана, она состоит, понимаете, вот иногда, там, ну, есть у меня такое, там, матом иногда, в общем, там, я так, ну, 20 тысяч видео, 7 тысяч, больше 7 тысяч загружено, ну, что там, мата там, я не знаю, там, ну, малеха чуть-чуть. И моя интуитивная догадка была, что вот эти, вы понимаете, когда вот сказать таким вот этим матом, переключиться на их волну, и они тогда ловят сигнал, понимаете, они каким-то образом ловят сигнал. А потом уже начинаешь объяснять. Сначала обычно говоришь, а потом можно переходить на язык изобилия. Но, я еще думаю, здесь очень важный момент, здесь нужно излучать уверенность в себе, понимаете, быть уверенным. То есть важно еще что-то такое. Вы понимаете, да? Это очень удивительно. Продолжение следует... 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 ну и вообще понимаете там некоторые распространяя обо мне такой знаете негатив в общем и те наверное почитал такой ужас понимаете почитав такой ужас потом открыв интернет подключившись к моим каналам youtube от моей странице вконтакте и посмотрев мои на это если там кто заинтересовался 500 видео творческой студии позитивного мышления они вообще просто знаете как сразу охренели вы подумали что это что кому по вот это вот писульки вот этот это они то есть ну в общем вы поняли да просто есть определенные универсальные законы это знаете как юрий анатольевича собаки не любит он всегда боялся собаку то мы с ним когда проходили там собаки были всегда на него собаки лаяли он собак не любил и собаки бы не любили а есть люди которые если люди которые знаете же которых вот и животные люди ну по крайней мере они на них особо как-то не реагируют и в общем отрицательно июль анатольевич он ездил сумкой там когда там белоостров там по зиме он особо не есть там так весной осенью ну и вообще-то когда он там такой еще был не совсем сезон я когда у меня спросила зачем ты привез к ломой привез кирпичи зачем ведь лома кирпич и зачем ты вообще это возишь в сумке он сказал обороняться от собак не было каких собак это пока с электрички идешь с электрички идешь до железнодорожной 20 но подробности я подумала что но это в общем как-то вот только не нужно забывать бродячие собаки где-нибудь там в пригороде их по одной они вряд ли бегают и по одной они они вряд ли на нападают если там нападает несколько собак то я думаю что лом как бы лом здесь не поможет я сказала тогда от собак нужно этих от голодных собак нужно отбиваться хотя бы буханкой хлеба но это мое было такое понятие что может быть надо они просто голодные некую зачем там зачем там лом просто возьми там это хлеба и кидаем хлеб они наверняка будут есть я не был они голодные так что вот и вообще люди такие знают совершенно разные в общем вы поняли да чё еще тепленького на неё это я о чем это я посылание любви это я посылание любви а и кстати это было так печально знаете эту сумку шикарную знаете с такими вот этими знаете таким принтом я привозила вообще такая сумка водить продукты такая знаете такая сумка на колесиках и продуктов я вам маме привозила много лет назад из парижа из парижа я привезла как лично так что в этой сутки он и возил улов кстати есть разница я знаете кто не знает я тоже раньше не знала это один вариант мне объяснил я тогда им сказал я даже не поняла я тогда вот как там бартером бартером за часть мебели мне нужно было удалить и у меня был балкон застегла у меня был не было лучше лучше но она уже была там так скажем давно застекленным нужно было то остекление снять 8 бартером через интернет в общем я там ушка поддавала шкаф угловой вот а за за то чтобы удалить остеклением лучше остеклением балкона ну позвонил мне мужчина сказал что да он не это сделает потом когда он позвонил он говорит что я вот с работой и общем давайте чтобы это быстрее потому что они вечером в это я смогу только вечером подъехать давайте мы можно мы втроем приедем быстрее это будет быстрее я говорю ну хорошо приезжайте втроем мне кстати уже была там мебель шикарная ты даже кровать стояла и тумбасик вообще такая шикарная обстановка была но был угловой шкаф с правой стороны от балконной двери такие ребята пришли симпатичные молодые одно загляденье ну что у меня не так ну конечно там это вот это удалять они пришли втроем но они пришли знаете у юрия анатольевича я конечно не знаю никогда не разбирала сломали что у меня здесь а есть фомка это наверно форму он возил полк он б lactone лоло а слушайте это наверно улов это которым скалывают вот этот лёд наверное да вот это же это большая штука сейчас амана и тоже вот этот лам и это наверное который скалывают лёд а это фонка он возил не ломан возил фон вот он такой небольшой не ратомана понимаете она была с такой штукой нужен короче у него такая была полный полметровая полметрова конечно с метровом не ездил вам это был нелом это была фомка теперь я вспомнил а эти пришли к ломами они пришли вот такими штуками но учета на эти ламы как вот любит скаут хотя и не специалист я не знаю они пришли с такими метровыми вот этими ломами и самое интересное положили как сейчас помню в моей спальне на пол они такие втроем пришли положили эти штуки я думаю это вообще охренеть я думаю сейчас где-то наверно 8 вечера или 7 вечера в общем на самом деле ну я сразу показала фронт работ два из них были явные вида такого знаете типа я начальник начальственного вида 2 пыль один то вообще был такой типом ботаник бумажками работы а 3 вот как раз был наверно тут и был по типу рабочий или охранник или водитель которого они взяли чтоб тот работал он разбирал у меня шкаф так что вот вот один один он там нет они вдвоем вдвоем снимали остекление один разбирал шкаф так что в комнате он там разбирался чтобы бартер они это мне делают шкафа увозят так что вот вот такие вот дела это чё потому что знали что я александрова татьяна юрьев но еще приезжали к александрова татьяна юрьев это они не знали татьяна и татьяна так что вот даже к бабке не ходи и даже не захочешь но найдешь а я вам скажу какого они были роста татьяна салманный рост высокий у меня метр семьдесят пять если я на каблуках так метр восемьдесят с лишним они все были ниже меня ростом а вот тот который был по типу интеллигентный с бумажками он был самого низкого роста тот который шкаф разбирал он был немножко восточного восточного такого что-то с ним в нем было восточная вот а вот эти два они были как там русской груз к национальности а а вот тот который как и сказала вам он не здесь короче проломил унитаз у меня я его попросила еще знаете здесь была у меня как называется надо надо вот этой вот штука и наверху была такая антресоль я попросила когда тут он вышел с балкона он вышел в балконе тут работает на балконе . разбирает а тот вышел такой интеллигентный вот и ходят я говорю так вы мне можем поможете я говорю мне так у меня вот еще здесь говорю знаете вот эти штучки я в шкаф удаляла напротив или он мне помог удалить вы не помогают от шкафты на против удалить короче мне надо было такие штуки напротив меня встроенный шкаф полно против двери то наличной площадки мы тоже эти штуки удалял так что вот этим ломом вот потом говорю вот это антресоль тоже нужно эти штучки удалить и такие штуки встроенный шкаф был в туалете там такие штуки но понимаете да в какие-то балки-палки какие-то гвозди вы не могли вот это удалить и он так этим ломом подделал его это лома прямо хряк по вот этому как бы по бачку унитазами тогда вообще-то по бачку да он бачок у меня что там такое в общем короче такая глина тень мало что просто вот это вот офигеть сразу ну вот я только не поняла зачем он вышел тот работал еще очень как-то вот это так я вам просто вам сейчас потом расскажу как он выглядел просто я поскольку я с ним как-то вот здесь вот он вышел и как-то вот ходил вот я его еще при как бы припахал еще к работе я говорю так а вы могли бы еще вот это как будет это удалить я подумала в общем у поняли самый симпатичный был тот который там на балконе вот этот вот удалял удалял вот это вот который на балконе остался он был из них самый симпатичный такой коренастый где-то метр семьдесят два наверное ростом коренастый такой парень и молодой мужчина так что вот а этот был такой невысокий худенький метр семьдесят на на ростом вообще такой худенький невысокий русской и вообще такую вот знаете я бы сказала этот мужчина и лом они вообще не сочетались вместе он лучше бы сочетался бы он шел с компьютером и с этим телефоном по типу я вот это короче тыркую ну в общем вы поняли да он какой-то был вот какого-то такого бумажного склада может он за компанию приехал то есть вообще был просто очень удивительно не ну мужчина любой мужчина там ну что там это балку удалить там эти штуки конечно так сделал мне что-то на счет сделал правда татьяна салмановна вам не советуют у нас же как там искусство жизни я вам не советую приглашать особенно вот вечером после 7 вечера и вообще там около 8 вечера по интернету даже за бартер троих мужчин к ломами чтобы что-то вот ведь по хозяйству удалить имея такую мебель какую татьяна салмановна мактум сайфуде так что вот тем более я была одна я живу одна в общем и тогда я была одна я была одна дома нет но если у вас знаете семья эти если вы видите по семья и в общем там как там родственники и в общем мужчины я думаю что мужчины это сами как-то удалят и и в общем вообще нет проблем так что такие вот дела а тут не очень запомнился знаете вот про этого как там еще раз пойти такой руси русы такие светло русские волосы такое вытянутое лицо у него было когда цене широковатое а такое узкое сказала узкое лицо и может быть серые глаза знаете серые глаза русские волосы вообще очень худенький метр семьдесят ростом так что вот вот такой вот молодой человек такой в принципе симпатичный ну как как как-то вот так но они мне очень помогли это там и там и вот это и в туалете ну если что бачок конечно вот эта хрена кучь бачок в туалете пришлось ты новые очень все это покупать атака а так что шкаф вот под мужчина разобрал там в общем тоже они все это остекление они остекление сняли и они это не выносили по моему да или они выносили по моему не выносили они помню какой-то сняли и поставили там точно сказать не могу и что в 2015 году 2015 2016 16 это было в 2016 году а вот даже к бабке не ходишь когда они эти панели от шкафа разобрали знать куда они поставили знать куда он ставил потому что он им надо же было носить туда на выносим куда там они к машине носили я уж не видела куда они носили к машине в общем ставили они к стенке вот у меня это входная дверь с левой стороны от входной дверью так стенки они туда ставили потому что шкафу разбирался на такие большие вот эти вот панели да вы понимаете да зеркали там зеркало большой панели вот эти вот большие в общем и сначала он забрал поставил вы там вот с левой стороны от входной двери вот остекление сняли шкаф разобрали и и все и в общем как там шкаф забрали и уехали как мы с ними договаривались за работу я им отдала шкаф а шкаф этот я покупала на деньги моего бывшего мужа паре макс владан я уже покупала когда я была уже замужем не была такая знаете александра воданских от его фамилии не брала так что вот 3 августа 2003 года я ведь вышла замуж на паре макс владанске а уехала в америку 2004 году теперь мне присылал деньги но вы понимаете да мне присылал деньги у меня была карточка дэнков дэнков америка он меня эту карточку присылал день которые я тратила в том числе на ремонт как в квартире я сделала часть моей комнате и мебели вообще в коридоре есть на кухне я сделала ремонт на его деньги которые он мне присылал сейчас этот шкаф вообще мебель в общем было куплено на его день но это дсп шкаф дсп угловой стандартный пиопах ну эти угловые стандартные шкафы с таким вот этим зеркальной этой штукой темного цвета это был на темная мебель была цвета орех темный орех до дсп клея но это что он не это не дерево дерево это было дсп он патент алманов на вам не советует как ездить автостопом понимаете вы не посмотрели фильмец я вам советовала мой папа мой папа дед мороз что случилось с мужчиной сел к нему ночным водителем опасности опасности вообще быть ночным водителем знаете какова опасность неизвестно кто сядет машину вы представьте себя сядут в машину три мужика скажут нам за город по двойному тарифу ночью понимаете мы с вами же и не в америке живем потом это не такси он просто частные как бы частным образом иногда вот развешивают вот эти вот я иногда вижу эти объявления кто-то пропал короче кого-то ищут вы понимаете да что хочу сказать потом можно долго вообще вот это вот искать здесь возникает вопрос что важнее деньги как бы на жизнь надо на понимаете работать ночным тогда нужно устраивать такси сейчас знаете то есть такая как можно на своей машине много раз пользовалась такси люди на своей машине но работают такси как-то может быть более безопасно это так просто к слову знаете просто фильмы вообще как-то жизнь в общем как-то обсуждаем шепчемся в общем в общем что как-то я заметила что понимаете все таки плавка пластик у этого вы обращайте внимание вот эти чемоданы которые были куплены в америке у меня все такие суперские чемоданы были суперские понимаете дорогие суперские чемоданы и пластиковый чемодан который я покупала который у него который я покупала синий в германии так что вот Просто имейте ввиду Фиолетовый чемодан И второй чемодан Который я здесь по интернету купила Они конечно шикарные чемоданы Один чемодан у меня Париж-Париж Другой тоже такой вот этот Фиолетовый Они шикарно смотрятся Но если к ним принюхаться Они немножко пластмассой пахнут Я их здесь покупала По интернету заказывала В интернет магазинах Так чемоданы Фирменные вообще В Германии Вот этот чемодан Вот так у меня не пах У меня был темно-синий чемодан Но там было совершенно другое качество Я так понимаю Вот этот вот пластика Просто обращайте на это внимание Почему я вспомнила Я просто вспомнила Что Юрий Анатольевич Он был против Какой-то и новой мебели И в общем чего-то такого Он говорил И против каких-то запахов Он был против И против Знаете вот Как там Что вот эта мебель выделяет В общем Одно дело ты покупаешь Из натуральной березы Из натурального дерева Мебель Она натуральная В общем натуральное дерево Вот А когда ты покупаешь Из ДСП Из фанеры Там что-то клейное И так далее Он вообще Очень Вот мебель Когда я вот эту Купила стенку Она какое-то время Правда пахла Понимаете Такое количество Там шкафов было И так далее А Юрий Анатольевич Он был противник Вот этого всего Он считал Что лучше Короче Не иметь мебели Как это Вот то что есть Чем вот это Которое там пахнет Или еще что-то Вот У него такая позиция была Позиция Так что вот Конечно лучше иметь позицию Быть очень богатым И покупать Супер шикарную мебель Ну мебель мы покупали Вообще Не очень Не очень часто Ну я так понимаю Когда мама там Вот купила Вот этот И вот этот Комод Что-то там такое И софу И еще В принципе Он на этой Софи спал И в общем Этот комод Который тоже Болтаж Ну а что Знаете Как там Какое-то Клейное Деспей Это пойдете В обычный Магазин Самая дешевая Какая вот эта Мебель Как ее там Делают С чего И там делают Какие там Клеи Используют Что там Такое Так что Вот Видите Идет А Самая Обычная Вот Такой Вот Мебели Которые Можно купить Ну Самая Дешевая Просто обращайте Внимание Те Та обувь Которая Фирменная Понимаете Как сейчас Даже есть Джинсы Органик Органик Джинсы Вообще Вот Такая Знаете Вот это И Например Дутики У меня есть Различные Дутики Купленные Тоже Одни Из Дутиков Тоже Если Понюхать Они Пахнут Тоже Какая То ли Клей То ли Резина Какая Это Использована Они До сих Пор Если Принюхаться Они Пахнут То ли Резина В общем Чем То Таким Пахнут Что Это Просто Так же Может быть И в каких Шкафах И в какой То Мебели И в какой То Вот Эти Вот Машинка У меня Была Куплена По Баджету В 2008 Году По Баджету С Отжимом Так Что Вот И Когда Я Поставила Она У меня Была С Отжимом И С 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 Вот, и когда я покупала, я с сушилкой. Но я, понимаете, вы покупаете индезит, почему, поэтому мама всегда покупала немецкую технику. Она говорила, лучше добавить денег, но купить немецкую стиральную машинку, посудомоечную машинку, но не индезит или не вот какую-то вот, короче, не дешевку. Я вам могу сказать, я купила вот эту дешевую, ну, по такой цене, ну, она была, поскольку она сушилка, она была дороже обычной машинки. Она стояла у меня долгие годы на Волховском, в моей квартире, потом я ее в 16-м году привезла сюда, мне мастер, очень шикарный мастер, такой прям мужчина просто шикардовный, подключил ее, так что вот. И когда я ее ставила на этот, на сушилку, что-то там такое, наверное, там слишком большие были обороты, потому что, чтобы сушить, и там этот, короче, эта резина, пластик или какая-то фигня, она не выдерживала. Она тоже воняла или что-то в этом роде, подумала, может быть, она со временем выветрится. Потом я ее отдала Василию Ильяновичу. Кстати, потом я себе тоже обычную машинку купила, может быть, не надо было ее, конечно, отдавать, я не знаю. Вот. Вот такие вот дела, это, в общем, что, искусство жизни. Поэтому, когда мы с Перри пошли покупать, я сказала, что нужно, у тебя у нас, говорится, какая-то машинка, вообще, просто дореволюционная, что это за машинка, вот эта сверху, вот эта загрузка. Он говорит, ну, хорошо, хорошо, купим мы и машинку, и сушилку. Когда мы пошли в магазин, он сразу сказал, что какая самая дорогая у вас есть и машинка стиральная, и сушилка самая дорогая. И купил ее. Ее привезли, подключили, она шикарно работала, не ломалась и не пахло ничем. Что нельзя сказать, чайники, которые ему, по-моему, подарили в подарок, чайник там у нас был. Я говорю, Перри, я не могу, вот этот электрический чайник, то есть, ты чувствуешь, он пахнет вот этой вот фигней, наверное, китайская вот эта вот пластмасса. Он не чувствовал, что он пахнет китайской пластмассой. Но я там подогревала, по-моему, на другом, на другом вот этом, какой-то чайнике, потому что там у нас какой-то чайник, он пахнет вот этой пластмассой. Вот такие вот дела. Ну что, так совершенно шикарнейшее интервью, но вот эти я вот привыкла, думаю, сейчас тоже хочу, может быть, там в комнате посмотреть, хотя и здесь, может быть, заснять, но для себя я потом посмотрю, просто очень интересное вот это интервью серийных команд. Ну что, не надо много говорить, показывать, тут просто действие. А, такие актеры, я обожаю Тигу Суэйсон, но она не самец, она самка, но такая с самцовыми повадками. А, то еще, ну, мне очень нравится «Возвращение горного». А, этот Мальдена? Да, Мальдена, да. И Малковича я обожаю, и Жудову обожаю, особенно в сериале «Молодой папа», он появился вообще. Я подключил Тинькофф кассу, чтобы мои клиенты могли платить онлайн. Кассы, отели, через Apple Pay, Google Pay и SBP. Причем, в каждую покупку. На днях я села писать итоги года, ведь для того, чтобы устроить планы на будущее, надо сначала разобраться с прошлым. Думаю, я давала такие же обещания себе в прошлом году, что и вы, например, начать снова учить английский. Давайте честно, в этом месте многие взгрустнут, потому что так и не начали этого делать. Ну и не стоит переживать. У вас есть как раз две недели для того, чтобы сделать шаг в сторону изучения английского языка. Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила классный марафон по формированию привычки «Учить английский». Он короткий, всего 15 дней. Это именно то, чего все мы так ждали. Как это работает? Каждый день в ВКонтакте или на почту присылают вам сообщения с советом и конкретным инструментом. Советы есть. Я очень хорошо знаю, как вы обучаете. Я полгода ходила на ваши тренинги. Мы помните, вам дарили на выпуск поэму «Орлуши». Да, да. И это был такой классный день. Есть фотки, где мы с вами обнимаемся, все игру возвращаемся. Это была действительно такая очень важная история. Я не устану повторять, что после этого курса я просто очень, не очень, а радикально просто поменяла свою жизнь. Ушла из корпорации, где я была в председепрессивном состоянии, я была топ-менеджером и очень эффективным. И я буквально на третьем занятии поняла все проблемы, то, что вы нам рассказали про soft skills. По идее, в теории мы все это знали, но именно вы нам объяснили, а я была суперэффективным менеджером. Но отношения внутри коллектива я не выстраивала, даже с руководством. Мне всегда казалось, если я эффективна, кто меня вообще здесь тронет? Да. И вы нам объяснили буквально на третьем занятии, что сегодня, в эпоху турбулентности, когда мир перестал быть линейным, это раньше все было понятно, а сейчас все меняется, меняются какие-то морально-нравственные, этические, любые какие-то представления жизни, добрые, зли, о чем угодно. Ну и условия. Условия рынка, критерия рынка, потребности людей, меняется все. И вы тогда объяснили, что уже профессиональные все качества лидера, они отходят на второй план. Самое главное, как он выстроит коммуникацию всех со всеми. Это ситуация была триггером, чтобы моя жизнь поменялась. Была часть людей, которые просто рвались тусоваться с хакамадой, потому что это модно стало в какой-то момент. Ну не знаю, может это всегда было модно, но вот в последние годы особенный какой-то запрос на это. И были люди, как я, в состоянии преддепрессивном, которые пришли и ожидали от вас, как раз когда-то получаете энергию, что-то, какую-то истинную познать. И вы нам сказали, я не сенсей, я просто делюсь с вами личным опытом, сможете его трансформировать вперед, не сможете, ну потусуйтесь в хакамаду. Почему именно среди молодежи в какой-то суперослик пошел? Главный тренд, который волнует сегодня поколение миллениума и поколение 90-х, это 20 до 30 лет, заключается в том, что они вырастают и становятся самостоятельными в условиях стагнации мировой экономики и национальности. Это тяжелая ситуация, в обществе нет энергии, и главный тренд, младые люди ищут эту энергию и надеются на этот комплекс. А поскольку меня называют медицинским монстром, то соответственно не тянутся. Вот я думаю, это главное. Потому что когда в обществе все растет, рабочих мест навалом, зарплаты высокие, энергия огромная, то человек как-то чувствует себя комфортно. Но не повезло, и ведь нет, и все коронавирусы, и все на свете это достает так, что кондитер хочется у кого-то забрать энергетический большой мощный потенциал. Но потом оказывается, когда они со мной общаются, учаются, что забрать нельзя. Даже если ты берешь во время занятия, потеряешь буквально 7 дней, ну даже иногда утром. Это момент очень старый. А вот если начать делать такую, не думать, не мечтать, а делать, и вдруг начинать расти, и иметь это самостоятельное энергетическое. Вот это моя главная история. Какой это мир, какой-то турбуррентности, который хочешь или не хочешь, придет к вере. У нас учили, что если ты не ожидал, то он тебя просто разобьет, размножит. Мир стабильности закончил, или раздела, он дальше наступил тренд турбуррентности, или хаос в определенном порядке. Что это означает? Субтитры создал. а показываю себя вот такие вот дела творческая студия позитивного мышления и сила позитивной мысли Татьяна Салмановна Макту с вами я специалист в области позитивной психологии Татьяна Салмановна Макту сайфы Татьяна Салмановна Макту Татьяна Салмановна Макту